Что сказал Христос? Он сказал такую вещь, ну, за которую понятно после этого, что Его казнили так. Ещё бы! Он сказал, что Бог вовсе не судья, вовсе не справедливость. Я вам не его цитирую, я вам говорю выводы, выводы. Сейчас я покажу. Совсем нет ни судья, ни справедливость. Нет! Совсем нет! Он не балач! А кто же он? Оказывается, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Бог возлюбил? Он – любовь? Как? Это совершенно неслыханное дело! Когда апостол Павел начал проповедовать в Афинском Ариапаге мудрецам, философам, что, оказывается, Бог на кресте пострадал за человека, за человечество, то ему сказали – послушаем тебя другой раз. А он что написал? Мы проповедуем Христа распятого, иудеям, соблазн, эллином, всем прочим, то есть безумие. Нам не нужен распятый Бог! И это продолжается до сих пор. Нам нужен не тот, который доказал свою любовь тем, что добровольно пошёл на эти жуткие страдания. Причём не просто так пошёл, а пошёл, сделав великое дело! Кто смотрел фильм страсти Христова, наверное, наверное, помнит, какие эти жуткие пытки, которые он перенёс, добровольно перенёс. Это что такое? Доказательство какой-то потрясающей совершенно любви только-только ради этого могло подобно произойти. Христос и словом, и своим подвигом утверждает со всей силы и говорит, Бог есть любовь, а не справедливость, и уж тем более не палач. Он, если хотите перевести, так сказать, ну что ли, на более близкий язык, он есть врач, к которому ты, человек, можешь обратиться, и который даёт возможно, действительно, исцеление, нашего исцеления от того потрясающего эгоизма, самолюбия и гордыни, который присутствует в душе человеческой. Вот что он возвестил. Это буквально, буквально перевёрнуто, буквально всё представление о центральном пункте религии, о Боге. что из этого следует, о, это вообще удивительно. Об этом нужно знать. Во всех религиях, без исключения, всегда и везде, когда говорили о спасении, то говорили ни о чём о нём, что спасётся только тот, кто действительно исполнит требования божественных заповедей. Разве это не ясно? Совершенно ясно. Всем понятно? Всем понятно. Для того, чтобы освободиться от наказания за нарушение этих, приносили жертвы. Причём, какие только жертвы! Вплоть до человеческих. Детей бросали в огненную пасть чудовище Молоха. Так жило человечество. А что же Христос сказал все те, кто когда-нибудь читал или слышал Евангелие, то, наверное, знают тот последний трагический эпизод из жизни Христа, когда он был распят. Эпизод этот потрясающий. его распяли среди двух разбойников. С левой стороны кричал, проклинал всех на свете, в том числе и самого Христа, если ты, Сын Божий, сойди с Христа и спаси себя и нас. А вот эпизод с правым разбойником, он потрясает совершенно. этот правый разбойник, вдруг, испытывая эти жуткие страдания на кресте, вдруг обращается к Христу и говорит – мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи, в твоем царстве. Все, что он сказал? Ответ этому бандиту, у которого руки в крови были, ответ этому бандиту какой? Сегодня же со мной будешь в раю! Я не знаю, может быть, мы привыкли только и когда относимся спокойно к этим словам. на самом деле это же неспровержение всех религий вместе взятых. Негодяй, бандит, убийца! И что, сегодня в раю будешь? Что он сделал? Кого он спас? Кому помог? Кому построил? Никому! Да он ничего не мог! Всё! Прикован был к кресту! Это что такое? Вы знаете, если бы это осознать, так немножечко подумать, почувствовать и понять, что мы хоть правда не бандиты, конечно, как этот правый разбойник, но правда, если бы мы попали в те условия, в которых он, может быть, воспитывался и попал, может, хуже бы стали, не знаю, но в общем-то всё-таки мы грешные люди, не правда ли? И оказывается, оказывается, что если Бог любовь, то за наше только осознание того, что мы действительно грешны, и за наше вот это покаяние перед Богом Господи, Ты помяни нас, за это мы можем получить спасение. Вы подумайте только, ибо Бог есть любовь, который готов на малейший вздох человеческий ответить этим благам. Оказывается, высочайшей ценностью в человеческой жизни является даже не то, что если я могу избежать грехов, мы их никак не можем избежать. Ну что, ну как это я могу не завидовать, не тщеславиться, не объедаться, и не осуждать? Ну не могу я даже при всём желании. Не этим даже, не потому мы погибнем или спасёмся. От того, как мы относимся, а то я знаю, знаете, терпеть не могу того, другого, обвиняю, обвиняю, и тем не менее я кто? Лучший в мире. Вот так. А оказывается, как спасением является объективный взгляд на себя и действительно покаяние перед Богом так и погибелью является? Нет, я самый хороший. И все вокруг меня, если хотите, дрянь. Ну, вот так некоторые есть, более-менее на меня похожи. А так, в общем, посмотрите, совсем новый критерий спасённости. Вот, оказывается, кто! Это же какая любовь! Представьте себе! Осознай, человек, изменись! Ну, правда же! Когда я себя осознаю, я действительно меняюсь! Я меняюсь! И, осознавая себя грешным, я к другим людям начинаю относиться как? С великодушием! Чувствую, я дрянь! Ну, и у человека дряни много! Ну, что же! Ну, не буду же я его хулить и корить! Я сам такой же! Великодушие! То есть, первые начатки любви уже к другим людям уже появляются в душе человеческой какое-то благо, а там, где есть любовь, там, я вам скажу, всё тогда будет налаживаться, вся человеческая жизнь! Вся! Ибо без любви нет истины! И напрасно мы думаем, утверждаем то или другое, да нет правды без любви! Ну, что вы! Что, всем нравится компьютер, что ли? Самый справедливый, кажется, верно! На права можно сдавать компьютер! Но в наших человеческих отношениях избави Бог! Справедливость без любви погубит тут же! Потому что всегда мы знаем, можно найти миллион причин, чтобы сказать, ты не справедлив, не прав и не справедлив! Где нет любви, нет истины, нет правды! Ничего нет! Жизни нет! Жизни нет! Если нет любви! Недаром поэт написал замечательные слова! Я иногда просто люблю их вот произносить, поскольку они очень точно выражают, если хотите, ну, некую суть великую! Ночь смотрит тысячами глаз! А день глядит одним! Но солнца нет! И по земле тьма стелится, как дым! Ум смотрит тысячами глаз! Любовь глядит одним! Но нет любви! И гаснет жизнь! И дни плывут, как дым! Здорово! Правда? Конечно! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как можно распознать, что в нашей жизни есть Божий промысл? А что результат наших собственных ошибок? Дело в том, вы говорите распознать Это неверная постановка вопроса Мы перевернули, к сожалению Если я верю, что существует промыс Божий Я тогда смогу его увидеть А если не верю, я не смогу Вы знаете, бывает тогда в Академии у нас Ну, вот такое произойдёт, и я опознаю на лекцию Представляете? Нет, вы не можете представить Но это иногда бывает Что я тогда делаю? Я вот так, стою на кафедру Я говорю, вы знаете, что произошло, господа студенты? Я сейчас шёл по улице И слона по улице водили Можете себе представить? Ну, можете представить? Ну, кто-то кивает, кто-то скептически улыбается И всё Я говорю, а вот теперь хочу вам сказать следующее Есть те, которые поверили, что я сказал? Всё-таки я же говорю, должны мне доверять? Ну, некоторые кивают Да, есть Другие не верят Я говорю, так вот, помните Знает, что слона водили по улице тот, кто мне поверил Кто не поверил, тот не знает Что такое знание? Неважно, водили слона или нет по улице Но он знает Почему? Потому что поверил И он теперь будет другим Говорит, надо же, к нам в Сергию посад слона привезли И по улицам водили Он знает Так вот, в данном случае, вы говорите Если я верю Что действительно Бог не где-то на какой-то планете Там сидит и, так сказать, руководит нашей жизнью А что Бог – это есть Дух То есть это есть, в конечном счёте, закон нашего бытия То есть в нашем бытии Всё, что совершается Всё, что совершается Это совершается в полном соответствии С нашим духовным состоянием И направлено к нашей пользе Всё совершается в полном соответствии С моим духовным состоянием И направлено к моей пользе Потому что Бог не палач, а врач И создаёт что? Оптимальные обстоятельства Благодаря которым я, наконец, могу посмотреть на себя Кто я? Я достойное по делам своим получаю? Или саги с креста Сам и нас спаси Какими? Какими мы есть? Я убийца и негодяй Но ты саги с креста и меня тоже спаси Я сейчас теперь сбегу и уже не буду таким дураком Чтобы попадаться опять Второй раз вы меня не поймаете, уже на крест не посадите Сойди с креста! Спаси меня! Вот что такое промыс Божий Это действие Божие, которое не насилием над человеком является А является действием, благодаря которому человек ставится в наилучшие условия, при которым он может всё-таки посмотреть на себя И покаяться! И покаяться! Вот, оказывается, что такое промыс Божий! И поэтому в любой момент нашей жизни, что бы с нами ни происходило, всегда именно это является целью и действием промысла Божия! Всё! И когда у нас бывает полное благополучие, не забудьте поблагодарить Бога! А то у нас как? Не грянет гром, мужик не перекрестится! Тогда мы о Боге вспоминаем Ах! Заболел! Кому идти? Где найти какого чудотворца? Где прозорливца? Тут мы вспомнили! Нам Бог нужен! Слышите, почему? Ага! Вот почему! Когда мне хорошо, мне никакого Бога не надо! И без себя обойдёмся! Господи! Другой раз мы с тобой встретимся! Вы слышите? Вот промыс Божий в чём состоит! Мы верим, что Бог есть любовь! И это является абсолютным законом следователя нашего бытия! Но всё происходит как? Не потому, что захотел Бог или не захотел, а в полном соответствии с нашим духовным состоянием! Точная аналогия по отношению к нашему телу! Я в больницу иду тогда, когда что-то у меня такое! И даже если там мне говорят, надо операцию, я деньги заплачу! Режьте меня только, пожалуйста! Вы слышите? И я врача не ругаю, благодарю за операцию! Он спас жизнь! Смотрите, что такое любовь! Любовь не по головке гладить, а любовь заключается в том, чтобы дать человеку пользу, спасение. В духовном плане это и заключается как раз вот в том, о чём мы сказали. В каждой ситуации в нашей жизни, если мы верим хоть немного, что Бог есть любовь, а почему бы не поверить в Бог любовь? Это очень здорово, я вам скажу! Да! То тогда мы в любой ситуации будем, увидим тогда этот промыс Божий! Но для этого нужно хоть немножко поверить! Работая над родословной с архивными документами, меняя взгляд на современный мир и к людям стало терпимее. Возможно, что прошлое влияет на моё... Возможно, что прошлое влияет на моё сознание. Объясните, как влияет прошлое? Я прикасаюсь к документам 19 века. Знаете, есть интересное утверждение, которое является верным. А имя... Вот мы говорили о промысле Божьем, то есть о действии, кажется, Бога. А теперь хочу сказать о другом. Что, оказывается, вот духовное состояние формируя я и только я. Чем? Как? А вот пришла мне мысль осудить кого-нибудь. Я могу осудить, а могу нет сдержаться мысленно, тем более словесно. Это пример. Оказывается, своё духовное состояние я формирую. Ни в коем случае не Бог. Бог, как я уже сказал, создаёт только оптимальные условия. Ой, извините, наилучшие условия. Терпеть не могу иностранных слов. Наилучшие условия создаёт. Для чего? Для осознания себя. Поэтому духовное состояние, ещё раз, определяем мы сами. В любой момент времени, в любой ситуации, в наших отношениях с людьми, в оценке вещей и людей, в оценке всех происходящих событий, как мы формируем? Чему я позволю в своей душе зародиться и действовать? Добру или злу? Зависть появляется, осуждение появляется, неприязнь появляется, тщеславие появляется, эгоизм, упорство. От кого зависит? Как я отнесусь к этим возникающим состояниям? Вот оно, где созидается моё духовное лицо во мне – я. Бог не смеет прикоснуться к этому. Бог не может нарушить этой моей свободы. Не Бог, а я. От меня зависит в конечном счёте. Скажу я так же, как и разбойник, что я достойно и по делам моим получаю. Или скажу – нет, Господи! Помните сон Рылеева? Рылеевой, матери, матери декабриста Рылеева, может быть, не помните? Скажу вам, она это рассказала, свой сон. Но, правда, когда рассказала? Когда его повесили? Рассказала. Когда он был мальчиком ещё, он заболел смертельно. И она молилась не как-нибудь, а вот, что называется, до экстаза дошла. И ей был сон. Сон удивительный. Ей просто показали всю жизнь её мальчика от этого момента и до веселицы. Причём она прямо говорит – вот этапы, как он был гимназистом, потом офицерское училище и так далее. И ангел ей это показал и её спрашивает, как ты хочешь, чтобы он выздоровел? Показал и виселицу. И она, вот уж не знаю, тут женщина, это вы скажите, я... С мужской точки зрения она сумасшедшая, что ли? Делала – нет, пусть будет жив! Вот, что она рассказала. Я почему привожу этот пример? Что своё духовное состояние мы формируем сами. Бог только создаёт наилучшие условия для нашего выбора, чему отдаться – злу или добру, разуму или безумию. истине или лжи. Вот, оказывается, в чём дело. Поэтому здесь, вот эти, о чём вы пишете, что прошлое у вас, возможно, оказалось отемлением, конечно, бесспорно. Конечно, каждое наше деяние, оно налагает на душу соответствующее, если хотите, впечатление. Каждое наше деяние, каждая наша мысль, каждое наше действие и слово, оно действует. Оно действует и формирует в той или иной степени. Или оздоровляет, или, напротив, ранит нашу душу. Ну, неужели мы не знаем, что, как ранит нашу душу, например, резкое слово, которое мы скажем другому? Ну, у кого ранит? Мы, его, а тебя не ранит? Ты потом весь, вот, хорошо, я сказал матку, правду ему режу, глаза, не расстраивайтесь, а то вот инфаркт может быть. Не горячитесь, пожалуйста. Да, бедные, что делают страсти с нами? Все заповеди Господни только и даны нам для чего? По великой действительно любви. Не делайте себе зла! Что же вы себя колете, режете? Не делайте зла! Грехом называется то зло, те раны, которые мы сами себе наносим. А Бог предупредил своими заповедями. Не делайте! Что же вы делаете? Как мы ребёнку говорим? Как мы ребёнку? Мне маменька, я помню, маленький я был, вышли зимой на улицу, мороз был, и она вздумала, вот маменьки, вот все они вот такие, наверное, Лёшенька, смотри, язычком не вздумай лизнуть ручку железную на морозе. Всё. Только она отвернулась, уже вопль на всю улицу. Лёшенька уже прилип язычком к железной ручке. Но представьте, ну вот маменьки, ну что вы делаете? Вы подсказываете только своим детям. Ну, ну по любви! Вот Бог и дал заповеди. Бог говорит, ради Бога, не делайте этого! Зачем вы себя раните, колете, режете? Не делайте этого! Так что формируем мы, конечно, сами своё духовное состояние. По результатам мировой статистики, в нашей нелюбимой Америке верующих во Христа и воцерковлённых гораздо больше в разы, чем в России. Останавливаюсь! Несколько раз я бывал в Америке, много раз, являюсь почётным гражданином двух, по-моему, городов, по крайней мере. Знаю я эту веру во Христа и скажу вам, что не знаю, какая ничтожная часть там верит во Христа и Иисуса, Евангелие, а основная масса верит не в Христа. Я вам уже сказал кого? Я сказал же вам ещё, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам! Вы не представляете! Эту веру очень хорошо выразили вот американские, вот, например, такой автор Хилл, который написал книгу, бестселлер, изданную буквально за какие-то пару лет 42 издания. Что за книга? Что такое? Миллионные тиражи! Американцы ринулись! Книга называлась «Думай и делай деньги». Основным догматом, который, основным стержнем было следующее. Вы никогда не станете богатым, если не доведёте страсть к деньгам до кипения. «Ура!» 42 издания буквально за полтора-два года! Ну, что вы! Просто не думайте об этих формальных вещах, что формально верим во Христа! Кстати, я вам скажу, что Америка действительно до Второй мировой войны действительно была куда более благочестивой. Это бесспорно! Была куда более традиционно благочестивой. Вы знаете, после Второй мировой войны вообще произошли колоссальные изменения в Америке, в Европе, а теперь мы можем по тому, что происходит у нас, понять, что произошло и там. Что вы! Что с католической церковью произошло, вы себе представить не можете! какие буквально просто эти дикие реформы, которые буквально изменяют лицо! Ну, мне приходилось, ну, знаете, вот, приду, небольшая группа молодёжи, человек 20, может, 30, с этими, значит, сидят, значит, нога на ногу, тут всё, молодёжь, да, девчата, ребята с гитарой там или ещё с чем-нибудь, и они импровизируют литургию, мессу! Правильно написала Татьяна Горичева в той книжке, о которой я говорил, «Только в России есть весна!» Два, две основных цели или два основных момента в жизни современного западного человека. Зарабатывание денег и развлечения. Само богослужение превращается в развлечение. Я помню, был на одном представлении, вы знаете, я думаю, что все бы с удовольствием посмотрели. Я помню Ахну. Выходит на сцену, вот, в такую сцену, выходит десятка, два девушек, одетых в прекрасные белые одеяния, и каждая из них имеет колокольчик. в руках. Каждый колокольчик настроен на определенную ноту. И вот затем они вдруг исполнили богослужение в колокольчике. Эффект потрясающий! Я говорю, «Дайте мне!» Это же так было интересно! Паршивцы обещали, но не дали. Забыли. Ну, в общем, протестанты прямо говорят, все должно в церкви развлекать. И если в церкви не будет развлечения, тогда вообще туда просто никто не пойдет. Поэтому, например, в Германии сейчас все более и более развивается так называемая «месса дураков». Месса дураков. Что это значит? А значит, вот, в воскресный день уже заранее определенное время собираются к храму, к храму, ну, определенное количество там верующих. Так, так, но как собираются? Непросто. Они собираются со всякими шутками, прибаутками во главе с пастором. Открываются двери, врываются туда. Пастор вскакивает на вскакивает нам вон, произносит еще какой-нибудь анекдот, все хохочут. И вот так в течение вот этого всего там какого-нибудь часа-полтора это идет непрерывный смех, каждый один за другим уже приготовлены заранее, какие-то веселые анекдоты, веселые шутки и так далее. Месса для дураков. Слышите? Месса, то есть литургия, вы слышите? Это важнейшее таинство в христианстве, важнейшее, во что превратили в карикатуру, издевательство, насмешку. Я спрашил, ну а как Ватикан реагирует на это? Ватикан отрицательно. Я говорю, ну что отрицательно? Ну как что? Ну как что? Кот Васька вор, кот Васька плут, а Васька кушает и слушает и ест. Слышите, что? Свобода! Как же! Ну как? Это Папа Римский будет запрещать место дураков. Ну разве это можно? Нарушение свободы! Поэтому идёт издевательство над Христом. В Америке уже сделано соответствующее распятие, где распята женщина. Обнажённая женщина распята, её назвали, я не помню, как её, Христиан. Ну, в общем, подведу. В общем, буквально надругательство над Христом. во многих штатах Соединённых Штатов Америки вообще уже нельзя упоминать имени Иисуса Христа в самих собраниях. На Рождество уже вообще нельзя упоминать имени Иисуса Христа. И я не знаю, вот вы не получаете, наверное, из-за границы? Я-то получаю! Уже много давно лет! Ни малейшего даже намёка нет на Рождество Христово в поздравлении! Никакого Христа! Ну, что вы! Идёт такое систематическое просто, постоянное, буквально, буквально борьба с христианством! Прямо открытые причём! Во многих местах суды в Америке, в Штатах буквально запрещают, например, в школах, чтобы не сметь держать на парте, допустим, там Библию, там... Там в разных Штатах есть эти варианты! И поэтому мы иногда можем очень здорово ошибаться, когда думаем, что Америка – христианнейшая страна, и кто там большинство! Какого Христа? Скоро Он придёт, этот Христос! Только Он будет не Христос, а Анти-Христос! Он даст вот то, то, что не сделал Христос! Христос пришёл не императором, нищим учителем! Придёт Царь всей Вселенной! О! И даст благо! Полное благо! Вы знаете, что не будет никаких нарушений законов? Не знаете? Ну, что же вы не знаете? Обязательно! Уже сейчас вы посмотрите! Вот, например, иллюстрация хорошая! У нас сейчас камера на дорогу! Правда же? Попробуй наружу! Тоже платить штраф! Но это пока ещё на дорогах! Это пока ещё только в зданиях! Пока ещё в учреждениях! А потом сюда сделают! Эти будут чипирования! Это совершенно естественное, закономерное развитие этого процесса! По которому, даже если вы что-то скажете противозаконное, к вам будут просто приняты меры! Все граждане будут законопослушны абсолютно! Очень легко принять эти меры! Вы пришли по-другому в магазин, он говорит, у вас на счету ничего нет! А как же? Разбирайтесь сами! Ну, что вы! Мы идём к такому тоталитарному режиму, которого, конечно, никогда в истории не было! Раньше могли договариваться, понимать восстание, восстание Спартака, так всё! Мы идём уже нет! Вы на ухо сказали! У вас же всё записано! Всё фиксируется! Всё будет фиксировано! И малейшие нарушения, нарушения каких-то незыблемых устоев этого тоталитарного государства будут жестоко караться! И всё! Мы же идём к этому! Неужели мы не видим? Мы идём к этому! Вот он будет царь всей земли! Вот это будет государство! Никаких нарушений закона! Ну, правда, учтите только, что людей уже останется на них не так много, что элита, конечно, будет господствовать, и прочие будут такими рабами, которых никогда в истории ещё не было! Абсолютными рабами! Абсолютными! По той причине, что всё будет под контролем! «О, вот это да!» Вот это будет Христос! Наведёт порядок в мире! Наведёт порядок в мире! Правда, что потом будет – это вопрос другой! Есть ли ад для души после смерти тела? Даже уже ещё до смерти уже есть ад для души! Уже мы поздно хватились! А уж после, тем более, основная истина человеческой жизни, что личность неуничтожима! Неужели мы скотина, что ли? Личность неуничтожима! А если она неуничтожима? И если действительно, что там откроется всё, что мы тщательно скрывали! Вы же помните, наверное, как Достоевский великолепно написал это в «Униженных и оскорблённых»! Как написал, как там, помню, князь или генерал, уже забыл я сейчас, но неважно! Помните, что он говорит? «О, если бы только открылось у человека то, о чём он не говорит никому, ни друзьям, ни товарищам, ни своей семье, ни даже не хочет признаться даже самому себе, о, если бы только это открылось, тогда нужно было бы нам задохнуться!» Так Достоевский описывает то, что происходит часто в нашей душе, и что действительно нам не хочется, уж ни с кем мы не поделимся, и даже самим не хочется вспоминать. Но это же всё есть! Христианство только даёт возможность стереть это! Вы знаете, что какое великое благо имеет? Можно стереть это! Каким образом? Тем способом, какой использовал разбойник, распятый справа от Христа. – Конечно, ад есть! Ад есть! Вся суть вопроса только в другом. Ад, конечно, есть, но есть ли возможность освободиться от него? Но православная церковь с самого начала и своего существования всегда говорит о том, что необходимо молиться за умерших. Ибо там они теряют уже эту свободу чем-нибудь исправиться, что-то исправить. Нет уже этой возможности. И поэтому мы можем помочь им, именно помочь, как вот мы человеку, находящемуся в полном параличе, можем помочь. недвижимому человеку можем помочь? Ну да, можем. Вот так же оказывается мы можем помочь нашим усопшим. Чем? Чем помочь? Вот я сказал молиться, и я думаю, что это боюсь, что как бы это не оказалось пустым звуком. Не думайте, да, беру записочку батюшке. Да? нет. Мы можем помочь таким способом. Если мы сами здоровы, мы можем параличному помочь в той степени, в какой мы сами здоровы. Если мы сами недвижимы, мы, наверное, не сможем помочь. Так вот, оказывается, помочь нашим усопшим ближним, мы можем только таким способом сами путём именно покаяния и понуждения из себя к правильной человеческой жизни, хоть немножко формируя целостность своего духовного состояния, мы можем, обращаясь к Богу, действительно дать положительный импульс этой душе. Не пройдёт свет сквозь стёкла замазанной чёрным лаком, так и наши молитвы в той степени будут действенны за наших ближних людей, в какой мы хоть немножко почистим эти стёкла своей души. Вот только так! Я почему об этом говорю? Потому что народ часто прям по-язычески понимает. Надо записочки, записочки! записочки, пожалуйста, подавать можно? Можно просить священника, но, как пишет епископ Феофан Затворник, прямо говорит, что если сами мы не будем молиться, то наши оказывается записочки все оказываются бессмысленными и бесполезными. причину он указывает. У священников слишком много записочек, чтобы они могли за каждое имя молиться. Это же надо знать, что мы не магией занимаемся. Христианство – это не магия. И там, где нет искреннего отношения к своей душе и тем более души отношения к своим ближним, там мы ничего не сделаем. Не упоминанием имени мы поможем усопшему человеку, а именно своей правильной жизнью, своим покаянием, очистим хоть немножко стекло своей души, чтобы свет Божий прошёл, пал, благотворно пал на душу этого человека. Вот оказывается, какое дело-то! это чрезвычайно важно знать! А многие в каком-то, вы знаете, в каком-то языческом представлении о поминовении усопших записку подать! Вы что? И что? Вы думаете, что если священник произнесёт это уже всё? Это может быть ничего! Но как мы хотим! я подал записку, а сам пока, батюшка, ты будешь читать записки? Я схожу там в магазин. Замечательно! Это надо знать, надо это понимать и не обманывать ни себя, не лишать наших умерших родственников и друзей, не лишать их помощи, обманывая себя и их! Только, только в той мере, в какой мы вот поскребём стёкла своей души, мы можем действительно оказать помощь нашим усопшим! Что есть для меня интуиция? Одно из свойств человеческой души, благодаря которым иногда в зависимости от нашего состояния, которым сейчас скажем, да, мы можем неожиданно постигать то, что, кажется, должно бы быть осмысленно только путём какого-то рассуждения, логики и доказательств. Это, знаете ли, помимо всей логики сразу друг человек ощущает то, что будет или то, что есть. в английских романах там 18-19 века вы очень много найдёте, как, например, собаки обладали, когда, помните, как они иногда узнавали там врага, да, в человеке эта способность есть, но мы её заглушаем, знаете как, бесчеловечно, не даём ей развиваться, потому что развитие интуиции возможно только по силе правильной человеческой жизни, нравственной и духовной жизни. Мы заглушаем, к сожалению, эту интуицию в себе. Кстати, у женщин она более развита по природе, даже просто по природе более развитой интуиции, чем у мужчин. У мужчин грубятины. Ну, конечно, где им такую иметь интуицию? Ну, ещё раз говорю, да, всё зависит от нашего отношения к своей нравственности и к своей душе. Спасибо.